Совещание, посвященное вопросам сельхозкооперации, проходит в Министерстве сельского хозяйства Республики уже в третий раз. Такое внимание со стороны властей объяснимо. Государственный вектор поддержки меняет направление в сторону крупных сельхозпредприятий. И как раз создание кооперации может помочь небольшим фермерским хозяйствам укропнить свой агробизнес. Государство уделяет данному вопросу особое внимание. Я прошу вас плодотворно поработать сегодня, высказать все точки зрения по данному вопросу, какие проблемные моменты есть. Давайте это все обсудим, посмотрим. И данный вопрос надо поднимать, надо дружно нам взяться и развивать именно сельскоязненную кооперацию. Суть кооперации проста, но в то же время эффективна. Это соединение производства, заготовки, переработки и сбыта сельхозпродукции. Собственниками бизнеса по сути являются сельхозаваропроизводители, а кооперация служит более эффективному решению общих задач. Если раньше фермер сам заготавливал корма, ухаживал за скотом, искал рынок сбыта, реализовывал сельхозпродукцию, то теперь на правах участника сельхозкооперации фермер занимается только своей фермой. Кооператива это не просто так, как начинаешь фермер. Коровы есть, навес есть, давай тебе кооператив. Для кооператива нужно обязательно помещение, обязательно земля, обязательно должен быть союз фермеров и лично способных хозяйств не менее 10 человек. То есть это целая организация должна быть. На совещании присутствовали не только руководители аграрного ведомства, но и фермеры, ведь именно для них провели эту встречу и постарались объяснить преимущества кооперации. На примере успешных хозяйств, которые уже смогли построить свой кооператив. Такой способ ведения бизнеса явно заинтересовал аграриев. К примеру, Азим Кичеруков из Урупского района при помощи кооперации смог бы найти партнеров. Его бизнес – это разведение форели. В связи с санкциями выделили санкции в этом плане именно нам, как представителям аквакультуры. Наоборот, плюс в том плане, что прекратились поставки дешевой рыбы со скандинавских стран, с ближайших, как бы, дальнего зарубежья. В этом плане рынок сбыта не ограничен. Москвичи даже те же готовы 50 тонн в месяц брать. При хороших финансированиях, при хороших раскладах, при наших водах, при наших речках, тысячу тонн республика может смело выдавать на гора в год. Это вполне реальные перспективы. В будущем те хозяйства, которые смогут в течение года с момента создания показать стабильный результат, получат финансовые поощрения от государства. Речь идет о суммах в разы выше грантов. Но рассчитывать на них смогут лишь те, кто всерьез отнесется к сельхозкооперации. Татэк Джилавян Далиль Мирза, Архиз, 24.